Эва, ну я переоделся. Ну уже лучше смотреть, ты уже выглядишь более презентабельно, потому что только за счет пиджака. Давайте просто посмотрим, что это не надежно. В принципе, тут все по трендам сезона, то есть лето, легкие ткани, легкие ленины и брюки, стрелки, которые придают им официальность. Вот. Главный тренд сезона – это платок. В данный момент он у нас входит в состав монохромного синего костюма. Главный тренд сезона – яркий акцент на обувь. То есть у нас желтые лоферы, которые придают данному образу какой-то креатив. Вот. Поло для не особо формальных встреч, это уже лучше, чем твоя толстовка. Мне всегда казалось, что никогда тяжелую ткань нельзя сочетать с ненными брюками. Вот. Лоферы – это прекрасно. Это стереотип. Вот, понимаешь, это вот сложный стереотип, что интернетчики должны ходить в толстовках, а легкую и тяжелую ткань никогда нельзя сочетать. Это полный бред. Это моды, понимаешь? Ей нужно отдавать какую-то дань. Мне кажется, что я выгляжу, ну, похожим на авантюриста, если честно, да, потому что, как бы, пришел в дорогом костюме, в дорогих брюках, в дорогих ботинках, и при этом я говорю о том, что да, дайте мне денег, и я буду дальше тратить эти самые деньги на ту же самую одежду. Ну, Лофера, как бы, все стартаперы – это авантюристы, ты приходишь в дорогой одежде, а глядя на тебя видят, что ты… Я буду эти же деньги тратить на эту же самую одежду. Почему на эту же самую одежду? Это значит, что ты успешный человек, ты уже заработал какие-то деньги, и ты можешь заработать и для этого человека. Возможно, но мне кажется… Если ты приедешь в костюме бомжа, тебе никто никогда ничего не даст. Мне кажется, красивый костюм бомжа можно изобрести. Безусловно. Я бы, на самом деле, немножко бы по-другому все это сделала, и давай в следующий раз мы с тобой попробуем что-нибудь еще изобрести иное. Я принесу свою одежду, которую можно показать… Давай ты принесешь свою одежду, которую мы можем показать инвестору, и мы все составим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!